Доброе утро! Недавние поездки. Почему выбрали именно этот маршрут? И что интересного с вами происходило во время вот этого тура? Ну, интересного было много. А почему именно этот маршрут? Потому что сезон не самый подходящий для других районов. Этот сезон подходящий для Тибета, но в Тибет, видимо, пока и не везной какое-то время. А Соединенные Штаты Америки, вот эта центральная часть, Запад США, я давно там хотел побывать. И как раз сложилось, что вот юбилею университета, хорошо было бы крупную такую экспедицию посвятить юбилею, посвятить восхождение на высшую точку США, кроме Аляски, Пьекуитни. И так сложился этот маршрут. То есть сначала в центре, в Соединенных Штатах Америки, в Скалистых Горах, восхождение на высшую точку Маунт Элберт, потом через все главные каньоны проехать на велосипеде там по 3000 километров, а потом восхождение на Пьекуитни в Сьерра-Неваде. Наверное, такое путешествие на велосипеде требует очень серьезной подготовки. Подготовка, конечно, должна быть серьезная, но в этот раз особо таких не было каких-то технических сложностей, каких-то опасностей. Маршрут был очень напряженный. По 150 километров и больше за день приходилось проезжать. Большие перепады высот. Нам надо было успеть к конкретной дате, к 14 октября, чтобы совершить памятное восхождение. А потом еще нам надо было успеть на самолет, потому что полицейский нам запретил ехать по фривей, где мы ехали, думали, осталось 260 километров за три дня. Нам пришлось ехать 370 километров за три дня и еще преодолеть два хребта высотой больше полутора тысяч метров каждый. И там действительно маршрут выдался очень напряженным. Но цель стояла не менее существенная – успеть на самолет. Наверное, легче отыскать место, где вы еще не бывали, чем то, где вы уже побывали. Вот из ваших путешествий какое вам запомнилось больше всего? Может быть, самое интересное или самое опасное или самое удивительное? Ну, если сравнивать вообще все путешествия, что у меня были, мне очень нравятся Памирские горы в Таджикистане. Там у меня было шесть таких больших экспедиций – лыжные, пешеходные. Потом мне очень нравится Тибет. Там тоже было все очень экстремально и сложно, и тяжело. Гренландия. И вот сейчас следующее путешествие, куда я собираюсь, я там уже был, это «хочу пересечь Аляску с севера на юг». Это будет лыжно-велосипедная экспедиция, так еще никто не делал. То есть 700 километров автономно полное первопрохождение маршрута пройти на лыжах от Северного Ледовитого океана. А потом вторую часть – уже проехать на велосипеде до Тихого океана. Вот это тоже будет, видимо, одно из самых моих интересных, выдающихся путешествий. А в составе вашей группы кто будет? В нашей группе будет человека четыре, все пермские ребята, уровень мастеров спорта, чемпионы России, как бы постоянный состав моей команды. Ну, непростые у вас, не только за красотами вы туда едете, еще и себя проверить? Ну, конечно. Там будет и экстремальные условия по погоде, до минус 40 градусов, может быть и сильный ветер, и надо будет строить ветрозащитные стенки. Там могут быть и белые медведи, потом проснутся и бурые. Сложное ориентирование, исходный вес – килограмм 50-60, там рюкзак, сани. В общем, много будет всего интересного, но это нам очень не нравится, потому что первое прохождение каких-то маршрутов мы пройдем, к тому же, через полюс недоступности Северной Америки. И это чувства, которые сложно так передать, их надо ощущать. Это как вот поднимаешься на какую-то вершину, и оттуда, когда видишь перед собой весь мир, здесь примерно то же самое ощущение. Но вершины у нас там тоже запланированы, на Аляске. – Совсем скоро Новый год, в канун праздника. Что бы Вы могли пожелать нашим зрителям? – Ну, мне посчастливилось побывать на всех континентах нашей планеты, в самых таких интересных местах для меня. Но я все равно считаю, что интереснее всего, вот лично для меня, наверное, все-таки путешествовать по России. И свои любимые места я выделяю это на территории Пермского края, на Северном Урале, Северо-Свердловской области, Республики Коми. Поэтому пожелаю, путешествуйте дома, путешествуйте в Россию и у себя на родине. Это надо в первую очередь знать, свой дом, а потом уже можно смотреть оставшийся мир. – Я думаю, что в новогодние каникулы будет чем заняться, например, отправиться в путешествие по Пермскому краю, Северном Урале. Я напоминаю, этим утром у нас в гостях был путешественник Андрей Королев. Оставайтесь с нами, впереди масса всего интересного.